Здравствуйте! Вы смотрите программу новости Сургу-24. В студии работает Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. Положительная динамика есть. Губернатор Югры провела в Сургуте очередную встречу с дольщиками. Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы. В Сургуте презентовали граффити в честь пилотов Героев России. На встречу победам и рекордам в Ледовом дворце спорта дали старт новому спортивному сезону. Положительная динамика есть, но вопросы остаются. Губернатор Югры Наталья Комарова провела очередную встречу с сургутскими дольщиками, попавшими в сложную ситуацию из-за срыва подрядчиками сроков по сдаче жилья. Глава региона заслушала предложение чиновников администрации Сургута по решению проблемы с недостроями. Их должны утвердить в правительстве региона. Кроме того, Наталья Комарова поинтересовалась, на какой стадии находится выполнение ее поручения по предоставлению многодетным и семьям, воспитывающим детей инвалидов, льготных квадратных метров в арендных домах на период, пока завершается строительство их квартир. По прогнозам мэрии, такую поддержку могут получить несколько десятков семей. Семь из них станут обладателями ключей от квартир в наемном доме до 18 сентября. Там существенно ниже арендная плата. Всего же в Сургуте около 1600 дольщиков, чьи квартиры не сданы в срок. Кроме того, на встрече с губернатором стало известно, что один из проблемных застройщиков меньше, чем через месяц, может стать банкротом. Компания «Востокстройкапитал» ждет вердикта арбитражного суда Югры. Многоэтажка на улице «Восход» построена. Приемочная комиссия выходила на объект и насчитала около 80 нарушений. Большая часть из них устранена. Полностью исправить все замечания обещают до 15 октября. Несмотря на финансовое состояние и судебный процесс, застройщик не собирается отказываться от обязательств по передаче квартир собственникам. Разрешение на строительство, предоставленное компанией, действует до конца этого года. Не исключено, что 10 октября компания выйдет в стадию банкротства. Но дом готов. При нынешнем директоре или при конкурсном управляющем долющий получит свое жилье. Соответственно, все договорные обязательства компании будут выполнены или в стадии банкротства, или не в стадии банкротства. Делегации со всего округа. Парад студенчества прошел по Сургуту с площади Советов до главного корпуса Сургу. Там участники дали торжественную клятву и успели сделать селфи с губернатором Югры. Подробности в сюжете Валерии Кудрявцевой. Такая шумная и яркая колонна прошлась в субботу по улицам Сургута. Здесь собрались более 2000 студентов высших и среднеспециальных учебных заведений нашего города, а также Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нефтьюганска. Парад в четвертый раз объединил учащихся Югры для того, чтобы они гордо заявили «Я студент». Губернатор округа Наталья Комарова встретила их у дверей Сургутского государственного университета. С пожеланиями поступлю еще проще. Приведу мудрую мысль Махатмы Ганди, который сказал «Учитесь так, как будто вы собираетесь жить вечно. Следуйте клятве студента, вперед Югра, вперед Россия!» Большая часть участников – первокурсники. По традиции они прошли через арку памятника Кириллу и Мефодию и дали обещание хорошо учиться и с гордостью носить звание студента. Во-первых, это понимание, что ты не один, что таких студентов, как ты, много. Например, сегодня с тобой принимают клятву 2000 человек, и ты понимаешь, что в России в это же время с тобой принимают более 350 тысяч человек клятву. Студенческие годы часто называют чуть ли не самыми лучшими в жизни, ведь это не только пора учебы, но и новых знакомств и событий, которые останутся в памяти на долгие годы. Студенчество – это саморазвитие, это веселая жизнь, в которой учеба, друзья, социализация. И это такое развитие и такой замечательный праздник, где можем мы все вместе собраться, поделиться эмоциями. Я бы пожелал чуть-чуть меньше прогуливать и меньше сидеть дома, больше проводить время в университете со всеми ребятами, которые вас окружают. Первый год будет тяжело, это естественно, но я думаю, что жизнь кардинально поменяется. То есть это другой город, это другой дом, это другие знакомые и так далее. Но я думаю, что это пойдет только мне на пользу. Студенты произнесли клятву, увидели залпы дымового салюта и стали зрителями концерта. Через несколько месяцев у главных героев торжества первая сессия. Там, помимо удачи, им понадобится уверенность в себе и своих силах, и, конечно, знания. Валерия Кудрявцева, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости. Чудо на кукурузном поле. Именно такое название носит граффити на фасаде дома на проспекте Мира 34А. За работами по его созданию в течение недели наблюдали жители и гости города, а накануне готовое изображение презентовали в торжественной обстановке. Граффити Дамира Юсупова и Георгия Мурзина появилось благодаря федеральному проекту «Портрет памяти». Наш округ стал вторым, кто принял в нем участие. Первый фасад был расписан в Самаре. По словам специалистов Фонда капитального ремонта, организаторов акции на создание огромного рисунка не было потрачено ни рубля и звездносов собственников. Все расходы на себя в зале спонсоры и меценаты. Администрация города готова развивать идею и уже начала поиск подходящих для росписи фасадов. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин – пилоты уральских авиалиний, которые совершили успешную аварийную посадку на кукурузное поле с отказавшими двигателями. Все, находившиеся на борту, выжили. Запрос от жителей, который идет и в адрес, в том числе, фондов капитального ремонта. Нам не нужны обыкновенные фасады. Сделайте нам что-нибудь такое интересное, выдающееся, которое будет нас вдохновлять и будет запоминаться. И, собственно говоря, вот эта вот инициатива людей, которая изначально прозвучала, она, наверное, была положена в основу старта вот этого проекта. Большие возможности, высокие цели. В Сургуте открылся новый ледовый сезон. Для спортсменов школы «Олимпийц» это настоящий праздник. После летних каникул хоккеисты и фигуристы вернулись к тренировкам и готовятся к предыдущим, грядущим соревнованиям. Какие цели для себя ставят олимпийцы и какие перспективы есть у города в плане развития спортивной инфраструктуры, знает Юлия Плескачева. Для юных воспитанников спортивной школы «Олимпийц» их родителей и тренеров открытие ледового сезона – настоящий праздник, которого они ждут с нетерпением. На льду выступили фигуристки, завораживающие вращения и прыжки исполнили как юные спортсменки, так и уже довольно опытные. У девушек в планах на этот год – выполнение спортивных разрядов и участие в первенстве округа. Полина Туманова, к примеру, планирует сдать норматив мастера спорта России. «Школа «Олимпийц» всегда для себя ставит задачи только идти вперёд, побеждать. То, что касается хоккея с шайбой, безусловно, те команды, которые участвуют в первенстве Уральского, Приволжска и федеральных округов, мы ставим задачи – это команды со второй группы, те, которые участвуют, чтобы вышли в первую группу, те, которые участвуют в группе сильнейшие, должны остаться как минимум в группе сильнейших, как максимум быть в тройке, пятёрке». Также подарком для гостей праздника стало выступление воздушных акробаток и яркое световое шоу на льду. В этом году на правах лучшей команды по итогам прошлого сезона честь открывать сезон выпала в хоккейной команде «Олимпийц» 2007. Эти ребята взяли первое место на окружных соревнованиях и оказались лучшими в отборочном туре за право выхода в группу «Сильнейшие первенства страны». «У нас среди школ проходит первенство России, там УРФО. Вот мы в том году стали четвёртой на Урале. В принципе, нам доверили сегодня открыт сезон. Седьмой сезон с ними работаем. В том году мы отбирались на Россию, в этом году мы уже будем участвовать в первенстве России среди команды 2007 года рождения. Старт у нас 21 сентября в городе Тюмень». По традиции в день открытия состоялся хоккейный матч. На Ледовой арене встретились две сургутские команды «Скат Югра» и «Крутов». В рамках чемпионата города они провели первый матч. Шайбу бросил президент Федерации хоккея Югры Александр Сальников. Он говорит о том, что у жителей региона интерес к зимним видам спорта растёт ежегодно, а потребности, к примеру, у фигуристов и хоккеистов разные. Поэтому Сургуту, в частности, требуется расширение спортивной инфраструктуры. В Олимпийце сегодня занимаются около 160 фигуристок и почти 500 хоккеистов, набор которых в этом сезоне ещё продолжается. «28 команд заявилось на уровне округа. И в том числе команды из Стрижевого, это Томская область, и из Ноябрьска, это уже Ямало-Ненецкий округ. Если мы говорим о всероссийских соревнованиях по юношам и детям, то во всех возрастных категориях участвуют окружные команды. В том числе в этом сезоне добавились команды из Нижневартовска и города Мегиона. И традиционно во всероссийских соревнованиях участвуют команды из Сургута и Ханты-Мансийска». Президент Федерации хоккея Югры отметил, что Сургут в ближайшие несколько лет может рассчитывать на расширение спортивной инфраструктуры. При условии, что к вопросу все стороны подойдут профессионально, город может получить новую ледовую арену. Юлия Прискачёва, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. Длинная дистанция. В Сургуте прошёл лыжероллерный марафон, посвящённый столетию создания комсомольской организации. В турнире мог принять участие любой желающий. Дистанция определялась в зависимости от возрастной категории. Мужчины от 18 до 59 лет преодолевали отрезок в 50 километров. Ветераны и женщины с 18 до 49 лет бежали 30-километровую дистанцию. Представительницам прекрасной половины человечества старше 50 лет достался круг в 20 километров. В Сургут приехали 36 любителей лыжероллеров из Когалыма, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Югорска. Лучшие примут участие в лыжных гонках Кубок Сибири. Оказывается, где-то 90% здесь у нас комсомольцы, те, которые были, которые были в активе, которые строили эти города. Сургут, там, Ноябрьск, Когалым, Ханты-Мансийск. Надо отдать должное и сказать, я благодарил за то, что они здесь, за то, что они продолжают, независимо от того, что, знаете, строили города, но продолжают участвовать в спорте, жить спортом, ну и давать определенный пример молодежи. Цель марафона – повышение уровня мастерства спортсменов-любителей. Победители и призеры получили денежные награды. Один из участников – Владимир Романов. Лыжными гонками занимается с детства, а на роллерах катается уже 12 лет. К этому марафону он готовился самостоятельно все лето. Спортсмен-любитель является призером многочисленных соревнований. Давным-давно я занимался лыжными гонками, биатлоном. Потом у меня после 18 лет был перерыв, примерно до 38, то есть 20 лет. А затем начал бегать потихонечку, потом опять на лыжи стал, а после на роллеры. И роллеры у меня затянули сильнее, чем лыжи. Был призером окружных соревнований, был чемпионом окружных соревнований, был призером здесь местных соревнований, был призером Кубка Сибири, Кубка Урала. Два ребенка пострадали в ДТП на Нефтьюганском шоссе. Авария произошла днем в пятницу, 13 сентября. По информации ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ не учел интенсивность движения транспортного потока и видимость и врезался в восстановившийся Кио-Рио. После этого участников аварии отбросило на внедорожник Хонда. Машины получили механические повреждения. Двух детей, пассажиров Киа, 10-летнюю девушку, и 4-летнего мальчика с ушибами, машинами скорой помощи доставили в травматологическую больницу для осмотра. После диагностики детей отпустили на амбулаторное лечение. Стоял, ждал, поворотом налево. Ударили. Сразу дверь? Сначала одна, потом вторая. Я не судья. Ну, как вы думаете? Ну, задний виноват. Кто из них, я не знаю. Скорее всего, самый задний. Три человека пострадали в другом ДТП. В воскресенье вечером на перекрестке улиц Островского, Божова и Студенческой столкнулись две иномарки. По предварительной информации, оба участника аварии ехали на разрешающий сигнал светофора. Водитель Хонды при повороте должен был уступить дорогу транспортным средствам, двигавшимся в прямом направлении. Но не сделал этого. И в праворуку иномарку влетела Киа. После сильного удара медицинская помощь понадобилась водителю и пассажиру Хонды. У них переломы, в том числе травмы позвоночника. Серьезные повреждения получил и пассажир Киа. У него также переломы костей и ушибы. Ведется следствие. Зеленый, правый ряд ведут. Оттуда он выскочил, я даже не заметил. Или отсюда он вследен. От правого ряда ведут. Сторый давление. И не ожидал, как резко он выскочил. Выпуск завершат коммерческой информацией прогноз погоды. Больше новостей на нашем сайте indefisnews.ru Оставайтесь с нами, вы всегда будете в центре событий. До встречи в эфире. Большой ассортимент мебели для дома и офиса. По низким ценам и с хорошими скидками. Вся мебель в наличии. Евроофис. Улица Островского, 26. Наверняка вы уже слышали о КПК «Югра». Самое время познакомиться поближе. Для вас сбережение по 9,9% годовых уже с первого дня размещения. КПК «Югра». Навстречу к цели. 28 сентября в Сургуте тот самый Радислав Гондопас с уникальным тренингом эмоциональный интеллект начинает и выигрывает. Запишитесь на новый тренинг Радислава Гондопаса, чтобы понять, как эмоции влияют на ваш успех и подчинить их себе. Звони 55 55 18. Подробная информация на сайте тренингового центра «Практикум». Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах «Сургута» и «Когалыма». Закажите сейчас по телефону в «Сургуте» 55 00 55. 55 00 55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Появились растяжки, и ты прячешь свое тело от мира и мужчин, хотя раньше любовалась собой. Пора выйти из тени. Коррекция растяжек по последним достижениям науки. Косметология будущего «Голдберг». Улица Ленина, 18. Телефон 500 118. Когда нет пути назад, Должен быть кто-то, кто скажет, как быть дальше. Затем ты сможешь, сможешь встать на ноги. Ты сможешь стать собой. И побороть все препятствия на пути к мечте. ЖК «Северное сияние». Скидки супер! Выбор класс! Только в «Карапузе» скидки до 50% на школьную форму и рюкзаки. Мама, а как же игрушки? С «Карапузом» хватит на все. Карапуз! Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы «Курочкин» и «Соколов» помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». Доброе утро! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!